Всем привет! Продолжаем ознакомиться с работами художников Тамара Лимпицка. Тамара де Лимпицка. Имя при рождении Мария Борисовна Гурвич Гурская. Родилась 16 мая 1898 года в Варшаве, Российской империи. Умерла в 1980 году в Мексике. Тамара Лимпицка, польская и американская художница, автор известной картины «Прекрасная Рафаэла», написанная в 1927 году, Лимпицка вела активную светскую жизнь. Она считается среди некоторых историй искусств первой художницей, которая была гламурной дивой. Я зачитываю Википедию. Родилась, как я уже говорил, Мария Борисовна Гурвиц в Варшаве. Отец Борис Моисеевич Гурвиц Гурский, предприниматель еврейского происхождения, москвич, работал адвокатом представителя французской фирмы. Мать Малины Деклер. Еврейка, дочь Бернанда Деклер. Отец рано оставил семью, мать работала гувернанткой. В 1912 году отец семейства ушел из семьи. По другой версии, он покончил с собой. Детство и юность Тамара провела в Москве. С 1910 года жила в Петербурге, где в 1916 вышла замуж за Фадея Петровича Лимпицкого. В этом же году у них родилась дочь Мария Кристина Лимпицкая. В 1919 вместе с дочерью и мужем они эмигрировали из регуляционного Петрограда во Францию. В 1920-х в Париже берет уроки у известных французских живописцев Андре Лотто и Мариса Дени. В середине 1920-х начинает работать художница. Пишет заказные портреты, выставляется с 1925 года. После 30-ти она зарабатывает много, а похвалы слышит все реже и реже. Зато двери лучших парижских домов открыты для нее нараспашку. Не как для модной, но нищей богемы, а как для светской левицы, равной среди равных. О чем она, собственно, и мечтала. Цитата. В 1925-м развелась в Урум фактически. Юридически оформлен был развод в 1928 году. Оставила его фамилию. Берет себе псевдоним Тамара де Олимпицкая. Хотя ее муж не был дворянином. И по французским законам не имел права на приставку к фамилии Д. В 1927-м получает первый приз на выставке изящных искусств Бордо за портрет дочери Кизет на балконе. В 1929-м получает приз на выставке в Познане за картину Кизет на первом причастии. В 1929-м в этом же пишет свою самую знаменитую картину. Автопортрет Эли Тамара в зеленом Бугатте. И изображает себя за ремой машиной. Хотя в реальности этой машины у нее не существовало. У нее была маленькая Рено. 3 февраля 1934-го года вторично выходит замуж за венгерского предпринимателя Рауля Куфнера. Коллекционер искусств. В 1939-м переезжает в Америку, в Лос-Анджелес. Пишет заказные портреты. В 1941-м году к ней переезжает из оккупированной Франции дочь Кизет. После войны стиль работы художницы меняется. Она работает в абстрактном экспрессионизме. Занимается оформлением интерьеров. Рауль Куфнер, ее муж, скончался от сердечного приступа в ноябре 1961-го года. А вдове художница живет в Хьюстоне с дочерью и внуками. В 1973-м на волне подъема интереса к искусству арт-деко в Париже в галерее Люксембург происходит первая персональная выставка художницы. В 1974-м переезжает в мексиканскую провинцию Гуэрновакава. А затем к ней переселяется ее дочь. Умерла 18 марта 1980-го года художница. По завещанию ее пепел развеян над вулканом. Работы художницы сочетают арт-деко и кубизм фарентийских манеристов и классицизм Энгра. Ее отличительный смелый художественный почерк развился быстро и был вдохновлен тем, что Андреа Лот называет мягким кубизмом. Или по словам Мариса Дени синтетическим кубизмом. В 76 лет в ней появляется последняя любовь в жизни мексиканский скульптор Виктор Контрерас. Ну вот так вкратце у художницы Тамаре Лимпицко. Имя при рождении Мария Борисовна Гурвич-Гурская. Польская, американская художница, вела активную светскую жизнь. Считается среди некоторых историков искусства первой художницей, которая была гламурной дивой. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok